Здравствуйте дорогие друзья! Сегодня на нашем обзоре будет настоящий конкурент для iJust, iJOY WANDKIT. Устройство поставляется в красочной картонной упаковке. Спереди нанесено изображение комплекта, логотип компании и название самого мода. Справа располагается скритч-код для проверки на оригинальность. Под ним описание цвета, который ждет нас внутри упаковки. Сзади находится техническая характеристика и комплектация. Откроем коробку и рассмотрим комплект поближе. Сразу же нас встречает батарейный мод, бак Diamond Tank с предустановленным испарителем на сетке на 0,15 Ом и еще один комплектный испаритель также на 0,15 Ом. Под поролоном разместились USB кабель для зарядки, пара сменных i-ring и переходник под 510 дриптип и сменное стекло, которое уменьшает объем бака с 5,5 мл до 4 мл. Теперь пришло время перейти к внешнему виду. В руке лежит хорошо, увесистый, приятно на ощупь. Покраска выполнена качественно. Спереди расположилась пятиугольная кнопка Fire со светодиодом. Ниже находится название мода. На противоположной стороне расположились USB-порт и фирменный логотип. В нижней части мода есть гравировка, которая указывает, что это дизайн от компании iJoy. Сверху разместился 510 подпружиненный пин-коннектор. Технические характеристики. Емкость аккумулятора 2600 мА. Максимальная мощность 100 Вт. Мод работает с сопротивлением от 0,05 Ом до 3 Ом. Высота без атомайзера 86 мм. Высота с комплектным атомайзером 138 мм. Диаметр посадочной площадки 24,5 мм. Спереди на кнопке есть светодиод, который сообщает о заряде аккумулятора. Зеленый цвет это значит, что аккумулятор полностью заряжен. Красный цвет говорит нам о том, что осталось примерно 40%. И когда диод вообще не горит, это означает, что аккумулятор полностью сел. Теперь перейдем к баку Diamond Tank. Начнем сверху. Тут располагается 810 дриптип, верхнюю часть которого можно открутить и заменить. Дриптип крепится на 2 ринга. Далее идет крышка. У нее очень маленький ход резьбы, поэтому открутить ее довольно просто. Под крышкой расположились два огромных отверстия для заправки. Также здесь есть удобные насечки. Далее идет бабл стекло на 5,5 мл. Внутри находится испаритель на сетке с сопротивлением в 0,15 Ом. Его можно парить на мощности от 40 до 80 Вт, но если вы будете использовать такой испаритель на другом устройстве, то рекомендуем выставлять не более 80 Вт. В нижней части атома находится регулируемый обдув с двумя отверстиями для забора воздуха. Теперь соберем комплект и попарим его. А использовать мы будем жидкости со вкусом лесных ягод и хвои. Для начала хорошенько пропитаем испаритель жидкостью и пару раз прожжем. Благодаря этому мы полностью избавимся от посторонних привкусов и запахов. А для таких испарителей мы рекомендуем использовать жидкость с содержанием глицерина от 80% и ниже. Заправляем жидкостью и можно парить. С вами был Сигаретнетбай, до встречи на нашем канале.